друзья всем привет сегодня хочу и еду проехали ладно руль свежий перешет и в ней что там за машина взагалі але так дуже-дуже теки шо зробленку да я дивлюсь и киру ребят всем привет для тех кто занимается автомобилями наверняка знают что западная украина это нечто какой-то симбиоз украины с литвой почему с литвой меня сравнение ну что в литве только ленивый не продает автомобили ну вот здесь приблизительно то же самое много дворов много семей занимается продажей автомобилей и беда в том что не все автомобили хорошие ну 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 а вот вот да находимся в рогатыни решили остановиться на заправку дороге конечно просто жопа порой приходится ехать ну тупо по встречке потому что это ну как минимум проще для автомобиля и хотя не очень безопасно ну на таких скоростях как тут ездят до 15 километров в час то скорость вроде бы нормально вообще поездочка еще там как велосипеды прямо скитива ртуется чудо доброго дня 8 и 5 и сколько же нее пробега 193 чужого так безбожно крашена не все конечно но тем не менее за 8 и 5 кто-то тренировался что поделаешь стекла оригинальные ни одна запчасть не откручивалась кто тут вот это перекрасывает передняя правая еще сторона лаком и все ну за 8 и 5 это машины позиционируете как она не цена или можно общаться чуть-чуть перекрашиваешь просто шпаклевки нету правильно ну верно 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 да бьет ли я что же ее прибором пробивал еще там там бампер внизу причавленный там сзади поцарапанный ну такое октавия поистине действительно народный автомобиль то количество которое можно встретить у нас на дороге в разных комплектациях с разными моторами что касается силовых агрегатов они идут от 1 и 2 бензиновых двигателей до двухлитровых дизельных мне нравится 16 и 20 почему ну скажу немного об этом позже и почему именно это октавия мы выбрали именно двухлитровую они 16 об этом тоже немного позже почему покупают октавии октавии покупают потому что это автомобиль он хоть и c-класса но он более сбитый компактный доступный по запчастям вариации с комплектациями тоже большой вагон и маленькая тележка можно выбрать себе хоть с панорамой хоть с кожаным салоном хоть с велюровым хочешь со складывающимися зеркалами хочешь затемняющимися октавию выбирают как молодые люди так и те которые уже женаты или замужем зависимости от пола человека девчонок кстати тоже много но есть и минусы к чему я это все рассказываю сегодня у нас октавия 2 литра дизель дсг свежо пригнанное авто в очень хорошем состоянии сервисная книжка может регистрация на будь-який регион поменяли масла фильтра классно авто не потребует додатковых кладин сервисная книжка доброго дня я за вами так розумею еду да километр прийдем окей окей так таки малесенький продаванчик ну дай таки хоп-хоп на риношечки моторчик же димить у него ось зараз у нее так розумею акумулятор сел так что мы с мостилом доки вы не запустили двигун это типа свежо поменяны что написано что свежо поменяны в масле все как всегда окей запускаем что допомогти а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Активных поисков было потрачено 2 дня Было пройдено практически 1500 км пути И посетили мы 1, 2, 3 области для активных поисков Сложно найти такую машину, потому, что никто не говорит правду об этих автомобилях Подавляющее большинство этих машин с пробегами 300+, То есть 300-400 тысяч И запросто себя чувствуют эти автомобили с такими конскими пробегами И пытаются их еще выдать за чистую монету, что у машины там 140-190 тысяч пробега Ну, в общем, до 200 Речь идет о автомобиле 2008-2009 год Можно было, конечно, смотреть и 10 Можно было, конечно, рассматривать и ни бит, ни крашен Было спрогнозировано, что вот только в этом году получится оптимальное соотношение Цена-качество автомобиля И найти живую машину Если получится без подкрасов Если нет, то цель найти до 200 тысяч живого пробега И, естественно, с живыми форсунками и с живыми элементами, которые дорогостоящие в ремонте То есть топливный насос высокого давления и сама форсунка Ну, естественно, коробка Приехали в Дрогобыч Здесь сейчас нас на заправке ВОГ заберет парень, который обещает, что машина просто перфекта С родным пробегом 240 тысяч, не накрученный, с единственным хозяином, который Ну, правда, была компания хозяином и не частное лицо, но, тем не менее День не обещает быть томным Капот фарбованный А что не на месте стоит? Они же тут регулировали Капот будет показывать вам сразу Кажу это сразу Там то крило мальоване, но не скручене А это крило, наоборот, не фарбоване, но регулироване Радіатор где фарбовали? Прошу Радіатор где фарбовали? Радіатор я не фарбовал Тут, не знаю, то и радіатор тут був Может, хреба... Давайте дернем капота Вы попередили сегодня, может, не делали дорогу Попили А что тут было? А воно есть Воно просто от солнца Воно уже... Вот, есть Нокия Воно працюет Трохи припилена 250 Тут уже добре Останет Замена була... История По язду Да, да, да Замка тоже Ладно В будь-якому выпадку Дякую... Мы задроченого француза бачили Краще Очень распространенный двигатель Это 1.4 Турбированный движок Саха его называют Минус из того, что нельзя посмотреть, насколько у него растянута цепь Цепь растягивается по разным данным Вообще от себя скажу От интенсивности езды В районе 120 тысяч Ее уже надо проверять Беда заключается в том, что на этом двигателе нет инспекционного окошка Для того, чтобы посмотреть износ цепи Можно это сделать Предположить на 80% Насколько она растянута или нет Путем того, чтобы заглянуть через электрические блоки И посмотреть по углу опережения зажигания В плюсе он или в минусе И насколько он в плюсе или в минусе Кстати, если он в минусе, то значит там гидравлический натяжитель Если в плюсе, то механический Но это уже тонкости Независимо от этого Если уходит зажигание Цепь растянута Насколько это по углу Комплектация Octavia Она очень обширна Двигателя стоят там 1.2 бензин, 1.4 бензин, 1.6 бензин Вот, кстати, 1.6 бензин Со всей линейки двигателей Считается самым удачным Особенно для таксистов Потому что вообще без проблем становится газ Дальше есть 1.8, есть 2-х литровый 5 двигателей бензиновых И еще два Сори на Octavia Опять три двигателя дизельных Это 1.6 1.9 старый, легендарный Который, ну миллион просто выхаживает При должном При должной эксплуатации И если его своевременно менять масло Эти моторы, ну, тяжело убить И также есть 2-х литровый дизельный автомобиль Какой двигатель лучше выбрать В интернете очень много разной информации И вся она разница Принципиальная разница бензин или дизель Наверное скажу с точки зрения универсальности Если у вас большие пробеги Однозначно дизель Потому как здесь экономия будет налицо Но если основной пробег это все-таки город То это однозначно бензин Почему лучше дизель на длительное расстояние? Да потому что топлива есть меньше И когда у него длительное расстояние Сажевый фильтр прожигается вовремя Вы же сказали, что в ней мальованы только крышка багажника и порог Ну вот эта бачина сам мальована Не может быть такой Смотрите сюда Ухлительный фильтр пофарбованный Ну, хорошо сделано, но факт, что сделано Честно говоря, что я перерабатывал, это я про это знаю Видите? Так, 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 вы сказали Так это видно, что отличается по поляру Но вот это сделали, ну, я не готов И вот, видите, что будет И ця сторона фарбована Прошу Ця сторона також фарбована Також по ощущению очень видно и по всему Ну, это значит, было там Ну, я скажу, я за это не знал Даже не буду вам, скажут, я за это не знал, потому что я этого не делал То, что я делал, это я И тут пофарбованный пройом Вот так чувствуется сейчас Я, может, помиляюсь, но малоимоверно Да, потек Но по машине загальному как? Ну, вот тут видно, что, видите, оклеивали и не очень классно Не, по машине она ревнесенькая, классная Единственное, что фара, я думаю, что она на месте стоит лево, а так, ну, более-менее нормальная Нет, тут клепка заводская, нормально, что у нас по коду Так, ну живенькая, не ржавенькая Режевая, не ржавая Ну, датчик не болтается Эх, заглянуть бы на турбину Не, все-таки лонжерончики чуть-чуть ржавенькие Говорю, задние лонжероны чуть-чуть ржавенькие Ну, это, напевно, что после зимы то, что у нас стоят гаражи Нет, это, напевно, уже давно, ибо оно уже там постреляло Но, ну, это соли тоже Это Финляндия, это нормально Но стан машины прикольный Механическая коробка ведет себя нормально абсолютно с любым двигателем И она точно уже неприхотливая Автоматы Вот здесь мнение у всех разделяется Несомненно, сухая DSG 7-ступенчатая, которая используется в паре с этими силовыми агрегатами Тут есть дополнительные вопросы ввиду того, что недолго ходит сцепление Недолго, потому что дают нагрузку Сухое сцепление, оно рассыпается Нет, неправильное слово рассыпается Изнашивается Быстрее, нежели там, где это вращается в мокрой ванночке И вот подошли к самому ключевому Мокрая DSG Мокрая DSG коробка Хорошая, 6-ступенчатая По разным данным я видел машины с пробегами практически 400 тысяч Но без ремонта этой коробки То есть эти коробки надежные, классные, ходят долго И стоят они только на RS моторах и на 2-литровых дизелях Именно по этой причине мы искали 2-литровый дизель Проблемные места 2-литрового дизеля Это, несомненно, как у любого дизельного двигателя Клапан EGR и сажевый фильтр Но если машина ездит далеко, то он самогенерируется Поэтому с сажевым веком обычно проблем не возникает Если автомобиль кормят нормальным топливом Но так или иначе клапан рециркуляции отработанных газов придется чистить Глушить не рекомендую Потому что много разной информации Но мы делали тесты и проводили Мотор греется сильнее после того, когда глушится клапан EGR Почему это отдельная тема И уж точно не сейчас для обсуждения автомобиля Шкода Октавия 2-литрового дизеля Лакокрасочное покрытие или же ЛКП, как его часто называют Сокращенно здесь составляет желать лучшего Частые сколы, причем не такие мелкие А аж хлопьями отлетает краска Но при всем при этом, когда сбивается краска Кузов не ржавеет, не гниет, если он был не ремонтирован То есть с кузовом у этого автомобиля все хорошо, все замечательно Хотя, если машина приехала где-то с северных стран Типа со Швеции или с Финляндии Там, где много сыпят реагентов на дороге За определенное время там уже появляются Некие очаги ржавчины Ну, если машина эксплуатировалась В сухих регионах Типа Италия, Франция, Юг Германии То ничего страшного с этим покрытием кузова не будет И машина не ржавеет, не гниет Например, как тот же самый Гольф или Пассат Значит, из минусов, с которыми столкнется заказчик Для которого купили автомобиль Самая большая проблема это копеечный сальник Задний сальник коленвала Который дал течь Для замены заднего сальника коленвала Нужно снять двигатель вместе с коробкой Все это разъединить Поменять 12 копеечный сальник Поставить его на место, собрать И вроде бы все хорошо, за исключением одного момента Во всем этом нужно сводить сцепление Которое не умеют делать многие из ТО По расходу топлива Значит, заявленный расход топлива У дизельного мотора 2-литрового По трассе 5,5 Смешанный цикл 6,5 литра Город Якобы 7,5 Но господа, готовьтесь к десятке 9,5 10 литров Вот даже к бабке не ходи Этот двигатель сожрет в городе И просто не подавится Обслуживание Октавии 2-литровой дизельной Не приносит каких-либо конских затрат Все доступно Везде все продается Есть большой ассортимент запчастей От оригинала до нормальной лицензии Если говорить о автомобилях Которые сделаны для украинских дорог Здесь немного другая ходовая Европейские машины Они все-таки помягче Если рассматривать Машины, которые выпущены в Украине Они имеют пакет плохие дороги И дорожный просвет там практически на 2 см выше Но при этом машина становится жестче Потому как хужина зажата И дорожный просвет увеличен, но комфорт в этом теряет Европейцы, они помягче Дабы не затягивать видео Скажу, что поиск проходил по 3 регионам Украины Это была Тернопольская область Это была Львовская область И это была Ивано-Франковская область Осмотрели мы 5 автомобилей И лишь только один был с нескрученным пробегом Ну здесь, наверное, больше повезло Алло, Андрей, доброго ранку Доброго Есть желание посмотреть вашу Октавию Так, да, и я? Где-то под Ивано-Франковским Сейчас будем Выезжать, напевно, десь Более 12-го, может ранее Не знаю, как тут дорога будет Я вам уже телефоновал, я киянин А скажите, пожалуйста, это заявленный пробег Это ее или какой в ней действенный? Ну я думаю, что это и есть Я купил ее с таким пробегом А вона... Наша рідная Моется на увазе Тут куплена в салоне Чи вона пригнана? Не-не, за корзоном А звідки пригнана? З Німечни А крайне тюв на ней есть? Нема, не было тювів На лавете На лавете Окей, гаразд ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Традиционно о недостатках автомобилев По этой Octavia недостатков не так уж и много Это крашеное крыло заднее левое Причем крашено оно крыло и аж до переднего крыла То есть вот эта вся стойка, она крашеная Шпаклевки я не нашел, но факт перекраса я подтверждаю Задняя левая дверь крашеная Передувает турбина Будем смотреть на днях датчик ли это Или же все-таки нарушена геометрия лопастей турбины Потому как турбина сама сухая, масло с нее не гонит Но сам факт того, что с ней не все хорошо Это да Дальше не родная магнитола на ней стоит Течет передний сальник коленвала Течет задний сальник коленвала Пробка на масле, там тоже капля висит Дальше внутренний шрус правый Уплотнение его надо переуплотнять В общем-то из видимого все Больше, а нет Стойки стабилизатора поперечной устойчивости Передние и точно одна задняя Салентблоки такие слегка потрескавшиеся Но абсолютно нормальные Причем есть болячка передних рычагов задних салентблоков Там сама серединка изнашивается Здесь, как ни странно, все нормально И плюс тут еще термоусадочной трубки нет Очень часто идут на такую хитрость И ставят термоусаживающую трубку Для того, чтобы еще продлить жизнь тысяч на 30-40 И это действительно помогает Здесь этого ничего нету Детально не снимали каждый автомобиль Потому что 3 из 5 осматривались на приватных территориях А еще 2 смотрели в дождь Поэтому здесь, извините, обзор получился не очень богатый на подробности Но на детали более чем предостаточно Среди сыров колбас, мясного отдельно отдела рыбного цеха Ну, в общем, сюда перенесли сервисный центр Ориентировочно практически уже год назад На овощной рынок Если я не ошибаюсь, 8746 называется он Сервисный центр Здесь мы именно будем регистрировать автомобиль Почему здесь? Потому что здесь как-то по записи было как минимум место Потому что во все остальные сервисные центры В которых я бывал ранее Протоптана дорожка Там просто алис В связи с тем, что за время пандемии было приобретено Из разных источников От 150 до 200 тысяч автомобилей Вот это вот Вот это вот все Вот это вот все Которое сейчас я прокручу камерой Так вот это все Это на регистрацию приехало Поэтому кошмар здесь творится База постоянно висит Все в онлайне Пытаешься зарегистрироваться Ну, в общем, вчера нам удалось зарегистрироваться только сюда Когда мы выезжали с Где мы были, я уже забыл В Драгобыче мы были И вот с Драгобыче, когда выезжали Зарезервировали место себе именно здесь Потому что в других сервисных центрах было занято Автомобиль оформлен Получил государственные номерные знаки Получил новый техпаспорт Оформленный на собственника На днях мы будем устранять Все недостатки этого автомобиля Ну, а с вами был Николай Тарануха Киев, компания 1Авто Всем удачи на дорогах Всем пока-пока